Кубань далеко не случайно считается песенным краем. И Славинский район также вносит свой вклад в его песенное богатство. Здесь очень любят самые разные песни, популярное и хоровое пение. И конкурс инсценированной песней хоровых коллективов профсоюзных организаций образовательных учреждений муниципалитета профарт еще раз убедительно это доказал. В образовательной сфере города и района немало талантливых артистов. Они постоянно радуют всех земляков своим творчеством. В 12-ю школу на конкурс приехали 23 хоровых коллектива из 13 детских садов и 10 школ Славинского района. Праздник таланта и единения был посвящен году педагога и наставника в России и 86-летию со дня образования Краснодарского края. Конкурс инсценированной песни посвященный году нашему, который вот проходит и как раз мы завершаем этот год вот таким хорошим мероприятием. Год педагога и наставника. И здесь там и наша родная Кубань отмечала в этом году 86 лет, поэтому и вторая песня у нас посвящена этой дате. Но я вам скажу, люди готовятся в самом деле. Почему? Потому что мы сделали вывод, у нас из всех школ только несколько, буквально, самых маленьких, которых в самом деле там людей практически очень мало, принимают участие. Отборочные этапы прошли в станицах Анастасиевской и Петровской среди городских учреждений образования. В финал вышли самые лучшие. Надо ли говорить, что настрой у них был очень боевой. Надеялись, что будем где-то среди лучших. Оказалось, что мы очень много баллов набрали. Ну и вообще, конечно, это когда включились в процесс, все это встречи коллектива вместе, это, конечно же, много веселья, радости. Трудно находить время, когда учебный процесс, да еще две смены. Но все равно нашли, понимаем, каждый понимает ответственность, не хочется школу подвести, имидж школы поддержать. Поэтому, а вот сегодня действительно праздник. Жюри конкурса серьезно и ответственно относилось к своим обязанностям, стараясь оценивать выступления участников объективно и справедливо. Это должна быть инсценировка, где артисты должны инсценировать, то есть показать суть своего номера, да. Это должны быть какие-то костюмы, возможно, какие-то атрибуты, да. Также самое главное – это артистизм, да. То есть школы, сады, которые вкладывают душу в детей, они сегодня и покажут нам эту любовь, да, которую они дарят детям, воспитанникам. Хоровой коллектив первого лицея подготовил к финалу хорошие песни о родном крае и, конечно же, об учителях. Это мероприятие очень важное, нужное. Оно объединяет наш большой дружный коллектив. Мы очень долго готовились к этому, переживаем, но думаем, что будет все замечательно. Учителя, учителя, в вашей любовью помнится земля. Какой ветер прачат года, мы помним вас всегда. Какой ветер прачат года, мы помним вас всегда. У каждого хорового коллектива были свои выигрышные стороны. И чем больше плюсов слаженности, эмоциональности, артистизма, тем интереснее выглядело выступление. ПЕСНЯ Мы поем о Кубани, о нашей станице. У нас есть гимн нашей станицы Петровской, мы его тоже исполняем. Ну, как бы, вот, о нашей профессии, а не легкая, воспитатель. О том, что воспитатель – это вторая мама, та же, которая целый день проводит с ребенком в детском саду, которая его всему научит. О малой родине, родном крае, который у многих связан в душе с тем местом, где они проживают, были особенно теплые песни. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Пение сопровождалось танцами, инсценировкой, видео. После завершения конкурсной программы жюри подвело итоги. Выбрать победителей было сложно, потому что было немало ярких выступлений, все очень старались. Среди школ района победителем конкурса инсценированной песни стала 16-я школа, на втором месте – 18-я, и замыкает тройку призеров хор из 43-й школы. Среди дошкольных образовательных учреждений – первое место у 22-го детского сада, на втором месте – 31-й детсад, на третьем – коллектив 2-го детского сада. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».